Ольга Баянова. Книга «Чистая жива» о том, как Бухвей разговаривал с Богом Хорсом о лошадях. Дело происходит в горнице Бога Рода. Что это за шум? И правда, за дверями послышались разгневанные голоса двух мужчин и женский, который призывал успокоиться. Род насторожился и тут же улыбнулся. Ви с Хорсом все еще про лошадей спорят, развлекаются, стало быть. Ну, как говорится, языком и щелкой шипи, а руки за пазухой держи. Ну, здравия, гости, дорогие! Первой в дверь улыбаясь, вплыла красавица, дивия, богиня Луны, в богато расшитом жемчугами наряде и величаво поклонилась роду. Живи, здравия, батюшка, с праздником тебя поздравляем съезжим. Благодарю тебе, красавица. Вместе с братцем Хорсом прибыли. Вся семья вместе, душа на месте. Давненько все не собирались. Хорошо, что двор у меня большой, столов на всех хватит. Проходи и садись, милая. А вы, гости дорогие, все не можете про лошадь договориться. Живи и здравия, батюшка, прогудел рыжий Хорс, бог солнечного колеса, в уважительном поклоне отдавая гостиниц. Прими от нас, сестрой, в этом кувшине солнечный свет, в этом лунный. Как захочешь почитать что-то лишним, не будет, просто открой крышки. Мои приветствия прими, батюшка, горделиво поклонился, бог Вий, повелитель пекла. А я уж добыл для тебя книгу редкую из дальних миров удалось получить. Там, кстати, тоже про культ лошадей у северян написано. С усмешкой повернулся Вий к Хорсу. Ага, и что? Написано там, что кони — это вестники богов, переносящие чаяния людские в горний мир? Воинственно шевельнув рыжей бородой, спросил Хорс. И они, даже не присев, а встав посредине горницы, вперели глаза друг в друга, яркий взгляд Хорса не уступал тяжелому темному взгляду Вия. Ну так, конечно. Могилу с сожженным прахом умершего мужчины принято коня со всей сбруей укладывать. Он же помогает из мира живых, мир мертвых перемещаться. Морду кони укладывают вниз по течению реки. Как раз туда, где загробный мир находится. А там уж через родогоста, посмертного судья, душа мужика ко мне в пекло попадает. Как раз конь довез. Это только для мужиков нужно, а женки свои ходы знают. Им для этого мертвый конь не нужен. Ах ты, Хорс, имел горячий нрав и тут не удержался. Все разговоры к пеклу сводишь. А почему тогда с помощью коня уберегают от навей заложенных покойников, а? Когда везут прах на кладбище, на ноги лошади, которая везет дровни, все смотрят, потому как затаптывает лошадь своими железными подковами дорожку, по которой могут пробиться злы дни с того свету. А как вернуться домой, то лошадь поворачивают мордой к дровням и обходят троекратно, делают обережный круг. А лошадь своим присутствием защиту ставит, ход закрывает вовсе. Подковы видел у людей на дверях. Коли рогами вниз повесить, это ж сильнейшая защита против зла, которая бродит снаружи. Да, лошадь послушна воле знатка и колдуна. Они сами по себе волшебное создание. Знаток может попросить лошадь о защите и помощи, и они тогда помогают людям. А колдун, к примеру, на свадьбе, так может коней уговорить, что те пособниками его станут противиться изо всех сил свадьбу вести. Хоть кнутом их пугай, с места не тронуться, только дыбиться станут лошади. Чтоб ты знал, к порче дюжи послушны. Отвечал Ви, делая замысловатый жест рукой и лукаво улыбаясь. Ах, так это потому, что они благородны! Закричал Хорс. И подлости от колдунов не ждут. Сами в сети их попадают. А что скажешь на то, что с помощью лошади можно лучшее место для капища найти, а? Ах, вон, недавно мужики из-за озера везли лес тремя лошадьми. Знатки стали обсуждать, на каком месте построить капище богу Хорсу. Ну, мне, то бишь. И один старый человек, седая борода, сказал, на каком месте первая лошадь остановится. Там и строить лошадь шла, шла, шла через озера, через болота, встала на пригорке. Там и построили капище. Сейчас самое почитаемое. На севере люди издалека туда идут. Вот так. А, тут Ви даже хлопнул себя по лбу. Я понял, почему ты так еришься. Это правда, что ли, мне Велес рассказал? О том, что именно ты, лошадей, создал своих волшебством. Сначала рыжих огнегривых золотыми копытами, сверкающих так, что можно только смотреть, прикрывшись ладонью. Кони-то небесные, крылатые. Каждое утро к твоим воротам приходит розовощелкая утренняя заря-зареница, утрешняя, и разводит в чародейном жести руки в длинных белых рукавах. Именно эти сверкающие буйные кони каждое утро выкатывают в небо твою полоску с солнечным колесом. С тобой весь день от восхода до заката несут солнечный диск, что дарует свет и жизнь всему подсолнечному миру. И только уже к ночи за краем земли на берегу реки Березины поджидает вас вечешняя заря-зареница вторая сестрица. По чародейному взмаху ее рукавов приплывает черная ладья, которую влечет пара черных лебедей. И кони послушной воли своего создателя доверчиво ступают в эту качающуюся ладьей и отправляются по черной реке на восток в золотые хоромы хорса, чтобы утром вновь помогать тебе делать свою работу. «Правда, что ли?» «Да, правда», — улыбаясь, отвечала дивия, поглядывая на заразовевшегося братца. «Потом я попросила для меня создать пару лошадей. Ну, мои-то покрасивее будут», — поправила свой венец красавица. «Они черные, как ночь, гривые хвосты в мелкие кольца завиты, до земли, как занавесы, колыхаются. Крылья сильные выше облаков мою повозку поднимают, а копыта у них алмазные, обитые скатным жемчугом, сверкают, как звезды. А... Постой!» — перебил ее Вий, чтоб не слушать длинные восхваления. «А земные лошади, бескрылые, откуда?» «Ага, так в том-то и дело!» — захохотал Хорс, который уже справился со своим приятным смущением от похвал. «Земные лошади тоже все умеют летать, но увидеть это могут только люди, верящие в чудо. Вот тогда кони земные обращаются в коней небесных, и начинаются чудеса!» «Это ты славно придумал!» «Душам людским надо верить в чудеса, иначе они забудут про вечность!» Вдруг по-дружески, без обычного лукавства, заулыбался Вий. «Знаешь, что я придумал? Ну, давай-ка посредине лета будет у людей праздник лошадей. В твою честь назовем, к примеру, праздник Хараяр. И пусть они в жаркий летний день славят лошадей, солнца божественного Хорса! В пекле тоже жарковато бывает все одно к одному. Пойдем-ка, обряды обсудим, праздничные!» Вийхорс наскоро поклонились довольному роду и вышли во двор. С седобородый волшебник повернулся к Дивии. «Про скипер-змея уж знаешь. Сверху тебе все видно. Зла много уже принес. Но правую на него найдем. Скоро богатырь новый народится. Перун — бог молнии грома. Я подумал сейчас, глядя на спорщиков. Ему понадобится верный конь. Так, батюшка, надо разрешить огненному красавцу искре с моей ночью погулять по небесным облакам. Они уж давно друг к другу тянутся. А жеребчик славный может народиться. Да, дочка, истину речешь. Искра в ночи породит пламя. Громом жеребенка можно наречь. Да, и пусть он будет говорящим, чтобы не могли его перебить, когда что-то хочется до конца рассказать. Улыбнулась Дивия. Пойду во двор, поздороваясь с остальными, кто пришел. Продолжение следует...